Саратов 29 июня 1885 года в Саратов пришла телеграмма из Петергофа. Она была адресована Алексею Петровичу Боголюбову, основателю первого в российской провинции общедоступного художественного музея. В послании говорилось «Радуюсь освящению Радищевского музея, которому от души желаю успеха и процветания на пользу художества и искусства в России, Саша». Именно подпись выделяла это приветствие из множества подобных, полученных Боголюбовым в день открытия Радищевского музея. Саша был император и самодержит всероссийский Александр Третий. Царская скромность объяснялась очень просто. Это было не официальное, а дружеское послание. Академик живописи Алексей Петрович Боголюбов в течение многих лет не только давал уроки рисования, тогда еще наследнику престола его супруге Марии Федоровне, но и помогал пополнять художественную коллекцию Александра Третьего. В свою очередь поддержка императора сыграла решающую роль и в открытии Радищевского музея, и в обогащении его фондов. Архив Саратовского государственного художественного музея имени Радищева. Из уведомления Министерства императорского двора от 13 июля 1884 года. Все милостивейшие пожалованные государем императором, устраиваемому в Саратове музею изящных искусств художественные произведения из числа находящихся в императорском Эрмитаже, а также каменные изделия из запаса кабинета его императорского величества, уступлены названному музею без права отчуждения таковых. По распоряжению Александра Третьего из собраний Эрмитажа и Академии художеств в Саратов были присланы полотна европейских и русских художников, изделий из стекла и фарфора. Подарок государю украсил и парадную лестницу музея. Два барельефа из карарского мрамора, созданные во второй половине 18 века, никогда не меняли своего местоположения. Есть множество свидетельств особых доверительных отношений от супружеской Читы Александра Третьего и Марии Федоровны к Боголюбову. Телеграмма, которая была получена в день освещения Радического музея, это уникальный документ. А вот этот текст, радуясь освещению Радического музея, которому от души желаю успеха и процветания, и подпись Саша, это все же не приветствие императора, это скорее искренний такой порыв человека, который очень горячо за это событие переживал. Вот такой вот отклик. Наверное, я думаю, вот аналогов тоже такому документу мы не найдем. Основой Радического музея стала, как известно, личная коллекция Алексея Петровича Боголюбова. Но архивные документы уже самых первых лет свидетельствуют о многочисленных бескорыстных пожертвованиях друзей и знакомых Боголюбова, среди которых художники, коллекционеры, меценаты. Я назову лишь малую часть имен. Собиратели русской живописи Павел и Сергей Третьяковы, композитор Антон Рубинштейн, коллекционер, знаток византийской мали Александр Звенигородский. В начале 20 века фонды пополнят коллекции гравюр известнейших мастеров Европы и завещанной Радишевскому музею генералом-адъютантом Аркадием Дмитриевичем Столыпиным. Аркадий Дмитриевич Столыпин очень тщательно относился к процессу собирательства. В его коллекции представлены почти все европейские школы, французская, итальянская, голландская, английская и другие. Хронологический период работ охватывает 16 по 19 век. Рембрандт, Дюрер, Кало, Лукалейденский. Всего почти тысячи листов. Эти работы известнейших мастеров Европы составляют треть музейного собрания графики. Благодаря его коллекции мы имеем очень большое собрание того или иного художника, объединенное одной серией или одной темой, что для нас очень важно. Великолепное собрание живописи, эмалей, мебели подарит музею Михаил Николаевич Галкин в Роской. Этот человек сыграл заметную роль в истории нашего края. Будучи саратовским губернатором, он немало способствовал строительству самого музея. Позже, занимая высокие государственные посты в Петербурге, содействовал открытию в Саратове университета и консерватории. В 1910 году, за шесть лет до своей кончины, Михаил Николаевич известил Родический музей о намерении завещать его собственной собранную за долгие годы коллекцию. В приложенном списке было 200 наименований. Целуюся коллекцию никто до сих пор не представляет, потому что она не была выставлена. 1916 год, война, затем революция. А в первые послереволюционные годы, ведь имя такого чиновника вообще и про него все было просто невозможно. И кого интересовало то, что вот это собрал Галкин в Роской и подарил вот такой бескорыстный Родический музей? Кого это интересовало? Вот, главное были вещи. И вещами тут же начали распоряжаться. И это не попросили, и это не попросили. Если документальные материалы распределялись в основном по отечественным музеям, то скульптуре и живописи преимущественно западных мастеров повезло меньше. Лучшие произведения, отобранные для госфонда, зачастую оказывались проданными за границей. И, пожалуй, больше всего повезло вот части коллекции Галкин-Вроскова, где русское искусство. У него, ну, были портреты всех, так сказать, ну, многих монархов. И целая коллекция, там больше ста медалей бронзовых с изображением величек князей, с изображением царей русских и так далее. И вот из всего этого, пожалуй, самым таким лучшим является портрет Екатерины II работы Иоганна Батиста Лампи. Вот. Это крупный, в общем-то, художник, его называют последним виртуозом эпохи Барокко. Вот. Этот портрет, вот, он всегда висит на экспозиции. Он ее не покидает никогда. Он лучший висит для портрета Екатерины II, позже вописи. Вот. Если бы только один этот портрет был передан музеем, то и тогда вклад вот Галкина-Вроскова в нашу коллекцию был бы, в общем-то, очень значительным. И еще несколько любопытных фактов из истории Радищевского музея. В 1925 году музей покупает картину Петра Уткина «Осакорь». Необходимая сумма была собрана сотрудниками музея и преподавателями университета. В том списке знаковые для Саратова имена профессоров Спаса Кукоцкого, Гераклитова и Скафтымова. В 70-х годах в музей обратятся наследники саратовского врача-офтальмолога Ольге Александровне Гордеевой. И, выполняя ее волю, они передадут лучшие экземпляры из богатейшей коллекции фарфора. Сам материал, названный, вот, в русском языке это звучит как фарфор, в латинских языках это звучит как порцелан, он был настолько очевидно привлекателен, что любая вещь, созданная по законам красоты, привлекала коллекционера. Если вспомнить происхождение Ольги Александровны Гордеевой, то вот этот вкус к красивым вещам, к изысканному выту, он, возможно, мог быть привит в детстве. И оттуда уходят истоки. Это, может быть, какая-то ностальгия, потому что женщина-коллекционер явление достаточно редкое. Музею досталась большая и лучшая часть собранного. Коллекцию фарфора дополняла мебель, подсвечники и часы. То, что окружало Ольгу Александровну в ее квартире, находившейся в старинном особняке. Вот это довольно редкое изделие в нашей коллекции. Единственная вещь. Называется эта техника китайская шеточка. Отдельно отливалась или вытачивалась туловой чашки, и отдельно создавалась вот эта прорезная сетка. Потом она прилепливалась по венцу к чашечке, подвергалась старичному обзору. Здесь вот это влияние Китая, оно всегда было очень сильное на северное. Это не ранняя вещь, это вот где-то в 30-е годы уже 19-го века. Прошу вас, господа, зал куштинский первой половины 19-го столетия искусства, и сразу бронзовый пик. Уже в новом тысячелетии музей получит ценнейший подарок от человека, судьба которого, на первый взгляд, никак не была связана с Саратовым. Дарители, но мне хочется о них сказать, благотворители. Они творят добро для нас, для нашего будущего. То есть они понимают, как важно сохранить то, что было сделано до нас. На исходе прошлого века в эти залы впервые вошли музыканты Оркестра Виртуозы Москвы. Тогда еще никто не знал, насколько значимым окажется это вполне традиционное знакомство гостей с местной достопримечательностью. Мы им позволили находиться в фондах, мы им показывали работы, которые не были в экспозиции. И мы старались раскрыть перед ними богатство нашего музея, потому что им было интересно. Не потому что мы хотели этого, в первую очередь они хотели этого. Поэтому у них от музея осталось какое-то очень высокое представление о музее, какое-то возвышенное. Оно сохранилось до сих пор у Спивакова. В 2004 году во время очередных гастролей в Саратове Владимир Спиваков подарит Радищевскому музею картину, купленную им в одном из антикварных магазинов Парижа. Эта картина называется «Печальная муза. 20-е годы». Вот смотрите, какая изумительная вещь. Выбор отнюдь не случайный. Автор «Печальной музы» Валентин Юстицкий. С Саратовом связаны в его юности последние годы жизни. Основное собрание работ художника хранится здесь, в Радищевском музее. В судьбе Валентина Юстицкого был пажеский корпус, уроки скульптуры в Париже, выставка в Лондоне и «Девять лет ГУЛАГа». И тем дороже его признание. Мое счастье и мое несчастье в том, что я сумел пронести через свои почти 50 лет детскую, порывистую веру в лучшие человека. Здесь очень интересная на обороте надпись. Я хотела бы ее вам прочесть. «С любовью к людям» Владимир Шпиваков. Потрясающая надпись. Не просто «Дар музею». Можно и так написать, и на этом остановиться. «С любовью к людям». Вот отличает его творчество. И так же отличало это и творчество Юстицкого. Поэтому мы очень трепетно должны относиться к таким вещам. Они неповторимы. И они бесценны. Примечательно, что в 1881 году, когда здание Радищевского музея существовало только в проекте, Боголюбов представил императорскому двору целую программу открытия художественных музеев в провинции. Источником их фондов должны были стать запасники Эрмитажа и Академия художеств, а также частные пожертвования. Ответ одного из сановников не оставлял надежды. Ни один город не попросил этого у правительства. И даже у себя не высказал подобного желания. Отметим. Знаменитая уже в то время картинная галерея «Братьев Третьяковых» будет подарена Москве в 1892 году. То есть через 7 лет после открытия Радищевского музея, о людях, внесших бесценный вклад в развитие культуры и просвещение нашего края. Пишите, предлагайте свои кандидатуры. Наш адрес. 41-304, город Саратов, улица 2-я Садовая, дом 7, Вести Культура. Или по адресу электронной почты. Вести.дефис.культура.собака.яндекс.ру А на сегодня и все. Увидимся с вами в это же время ровно через неделю. До встречи. Время быстротечно. В прошлое уходит едва закончившийся день. Что же говорить о годах, десятилетиях, веках? Но остаются кадры хроники, фотографии, воспоминания. И, конечно, старые стены, которые связывают времена, поколения, судьбы. Редактор субтитров А.Семкин